книга открытым оком том 30 вопрос 4079 почему в начале прошлого века были революционеры которые хотя бы на словах ратовали за лучшую жизнь а сейчас таких нет или это тоже знамение конца отвечает Игнатий Тихонович Лапкин борцы за справедливость всегда были и будут но за какую справедливость и за какое улучшение они страдают есть и сегодня такие которым уже вовсю сажают которых уже вовсю сажают за экстремизм эту статью в закон кто-то вводил они же тоже чего-то улучшали законы принимали не мусульмане а те кто еще до принятия закона видел что и куда потом потечет в самом выражении закона видится желание доброго но куда его повернули если бы был закон составлен согласно библии а те кто борется за улучшение жизни начал собственного покаяния а не искал причины в вихре и в буре тогда бы бог и законы эти повернул на большой букву восток по этой статье будут подряд брать истина верующих не помешает послушать как судят сегодня и извлечь полезное кавычки открываются 30 июня судья благовещенского городского суда коновалова татьяна николаевна вынесла приговор в отношении трех русских националистов терехова и f смирнова е.п. и сычева с.н. суд признал обоснованность предъявленных объявлений по статье 282 часть 1 создание и участие в экстремистском обществе и статье 282 разжигание всевозможной розни у к рф терехову и ф с учетом приговора по первому делу лишения свободы в кп сроком на три года смирнову е.п. два с половиной года условно с испытательным сроком в два года сычеву с.н. два года условно с испытательным сроком в полтора года если принять во внимание то что терехов отсидел на амурском централе более года то исходя из того что он осужден по статьям легкой и средней тяжести в течение месяца ему светит условно-досрочное освобождение таким образом суд принял компромиссное решение используя футбольный термин зафиксированная ничья теперь по существу дело изначально носила явно заказной политический характер это становится понятным хотя бы потому что почти сразу после возбуждения уголовного дела арестовывают и бросают в тюрьму сначала терехова 8 мая 2007 года затем и смирнова 2 июля 2007 года которого продержали в благовещенской тюрьме 7 месяцев с какой целью во первых запугать и сломать морально судя по всему это не удалось во вторых у тех кто начал это безумие на амурской земле были явные намерения пересажать выскочек посмевших взбаламутить амурское болото это становится понятно из того факта что терехов по первому делу впаяли реальный срок но где-то машина дала сбой и все пошло не так как было прописано высоких фсбшных кабинетов кто ж мог подумать что мужики не станут как бараны молчаливо с покорностью ждать свои участи а сами перейдут в активное информационное наступление обличая власть имущих стяжая лавры георгия димитрова а к этому неповоротливая система оказалась полностью неподготовленной и вот результат мужики вышли абсолютными победителями в этой схватке системы ибо бросив перчатку узурпатором захватившим власть в россии они выстояли и показали всем величие русского духа по результатам данного дела напрашивается три вывода первое бороться с системой на правовом поле используя правовые инструменты сильных адвокатов грамотных специалистов экспертов практически заведомо проигрышный вариант кривосудная система подкармливая с самого верху высокими должностными накладами будет всегда стоять на страже интересов своего хозяина отметая сходу все доводы защиты какими бы сильными и справедливыми они не были а не участие присяжных заседателей в делах по русским статьям 282 и 281 часть 282 часть 1 ук рф заведомо ставят русских националистов в однозначно проигрышную позицию конечно в каждом правиле есть свои исключения возможно будут они по этим политическим делам но они возможны лишь в качестве редких исключений второе власть имущие правоохранительная система в силу своей неповоротливости и закоснилости ничего не могут противопоставить информационному освещению заказных политических дел как только информация просачивается на странице интернета в газеты и другие сми лица представляющие систему впадает затяжной анабиоз и ступор новоявленные властители больше всего боятся быть обвиненными в движении авторитаризму и тоталитаризму как только информация о заказных политических делах попадает на страницы зарубежной прессы властная машина начинает давать сбой и выписывать неадекватные непоследовательные кренделя верхи начинают одергивать низы которые руководствуясь главным правилом перестраховкой начинают реально затормаживать меха маховик маховик репрессий поэтому русским националистам патриотам необходимо смело вступать в судебное противостояние с действующей системой используя слово в прениях и последнее слово в судах в качестве информационного оружия большой созидательной силы а всем русским патриотам максимально использовать свои ресурсы для максимального распространения данной информации среди своих единомышленников и если возможно то и в иностранные сми необходимо держать данные судебные процессы под постоянным оком информационной лупы третье данные дела возможно сфабриковать лишь при условии наличия так называемых экспертов ибо все обвинения опираются именно на комплексные языковые экспертизы отсюда следует вывод о ключевой роли научных кадров в заказных политических делах а посему необходимо выявлять этих иуд от науки которых прелестили 30 серебряниками эти в кавычках товарищи должны чувствовать на своей шкуре неотвратимость наказания именно они должны в первую очередь вывешиваться на доски позора именно их необходимо подвергать моральной обструкции и травы чтобы другим неповадно было со стороны как коллег по научному цеху так и студентов тех вузов где преподают эти мелочные людишки с вынесением по нам обвинительного приговора все еще только начинается впереди нас ждет неизбежный резкий скачок цен на энергоносители которые неизбежно приведет к обвальному росту цен на потребительскую корзину то есть впереди нас ждет обширный и крайне болезненный экономический кризис который очень быстро перерастет в политический а посему наша борьба за русское дело продолжается оружие в чехлы мы паковать не намерены просто в своих методах мы станем вести себя умнее мудрее и хитрее наше дело правое враг будет разбит победа за нами слава россии кавычки закрываются пресс-секретарь амурского отдела союза русского народа евгений смирнов 11 июня 2008 год а 1 июня да простите 1 июня 2008 год далее говорит игнать тихонич лапкина про евреев бог говорит так приводит в места священного писания книга чисел 22 глава 12 стих и сказал бог валааму не ходи с ними не проклинай народа сего ибо он благословен псалом 108 28 стих они 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 проклинают а ты благослови они восстают но до будут посты жены раб же твой до возрадуется евангелие от луки 6 глава 28 стих благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас нельзя ли как-то так себя пристроить чтобы мирно жить со всеми уживаться быть может прекратить и глаголать против жене не слова супротив не тещам сватьям а там глядишь и мирный горизонт кишечник отдохнет просушим нервы с переживания инфаркт уже не потрясет по крайней мере в спорт не влазить спор не влазить первым быть мирным дух стяжать такой же как прохор серафим всех убеждает спасутся дескать тысячи вокруг чуть позже акта замирения подпишется с жидами об этом думалось и даже не однажды после судов и схваток затяжных особенно когда бессонницу и страдишь и впадины глазниц слезами увлажнишь пусть батюшки с крещением булгачат пускай людей не учат так и быть что я смогу ли развернуть в иначе везде льстерцы презренные и наглые рабы папы дурят своей хиротонией грозят старух причастия лишить смолчим колени батюшек обнимем мы все для них не более чем вши но только библию открою помолясь с любым пророком встречусь не впервые контрреволюцию навешают на связь за то что в дом и в сердце иудеев примем пока молчал прапратец давид он сам себе казался очень мирным но только высветил другого грех на вид прослыл тот час несносным и задирой война со злом неправдой и обманом с волками лютыми подрезаю поповской прекрасней мира пусть в войне застанет приход спасителя упрек он нам не бросит двадцать шестого ноября 2008 год игнатий лапкин